Друзья, привет! Прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал 1С Битрикс для бизнеса, поставьте лайк этому видео и под ним вы найдете полезную методичку про то, как перевести бизнес на работу из дома. Мы начинаем, поехали! Всем привет! Это программа «Битрикс24 спрашивает» и я ее ведущий Юрий Николаев, директор по продажам компании 1С Битрикс. Сегодня мы с вами поговорим о стратегии. Тема нашей передачи путь от достигателя к стратегу, путь трансформации, путь к свободе. Не случайно, что для этой темы мы пригласили в студию эксперта, который знает о стратегии буквально все. Этот человек провел более 2000 часов стратегических сессий и я своими глазами наблюдал, как он прекрасно проводил стратегическую сессию для партнеров Битрикс24. Сегодня с нами в студии Филипп Гузенюк. Филипп, рад приветствовать! Честь для меня! Филипп, если путь от достигателя к стратегу – это путь свободы, означает ли это, что работа предпринимателя в области достигателя – это плен? Я бы сказал, что на каком-то этапе это не плен, а это прямо дело жизни, в этом куча энергии. Вообще, я считаю, что предприниматель – это человек, который может испытывать мурашки от возможностей. Это человек, у которого есть внутри режим неизбежности, который может работать в формате «вижу цель, не вижу препятствий». И, конечно, вот эта логика действия достигателя для хорошего предпринимателя – это must-have, с этого начинается все. Другой вопрос в том, что наша мечта и наши сильные стороны, они со временем, если мы дальше не растем, вращаются в нашу тюрьму, в наши ограничения. Как вот в сказке про золотое копытце, когда вот этот олень выбивает золото из всего. У меня много клиентов, успешных достигателей, людям за 50, они в этой логике остаются, и все прекрасно. Огромные компании, миллиардные бизнесы, расписание расписано по минутам, но в этом нет места для себя, нет места для отношений, и человек действительно, даже с точки зрения компании, упускает возможности, потому что он находится глубоко в режиме «я фигачу, я занимаюсь операционкой, я не выхожу в это самое спокойное поле, где можно посмотреть на ситуацию с вертолета, с высоты птичьего полета». И вот там один интересный клиент говорит, «Филипп, ну какая у меня работа?» «Я принимаю одно-два решения в год». Да, вот в эту, я понимаю, что для пленого уровня зрелости, путь в такого мудрого, спокойного, зрелого стратега — это очень важный переход для принимателя. Другой вопрос, что переход непростой, там кто-то будет вам говорить, что сейчас вот тогда ты станешь стратегом вот так, не верьте этому человеку, потому что там длинный путь через работу с довольно такую непростую, с людьми, с окружением, перестройка всего происходит. Если интересно, мы сегодня про эту вот траекторию развития поговорим. Я точно знаю человека, которому об этом будет поговорить не только интересно, но полезно, потому что он находится как раз на этом пути. Ну, не скажу, что это путь из плена, но на пути трансформации. Это руководитель интернет-интегратора Fusion Олег Елманов. Олег, мы рады приветствовать тебя в студии. Здравствуйте. Я являюсь основателем и генеральным директором IT-интегратора Fusion. Компания уже 12 лет на рынке, и наша основная миссия — это автоматизировать крупный и средний дизнос, делать нестандартные сложные внедрения и интеграции. Мы успешно пережили изоляцию, вышли, и сейчас работаем уже распределенной командой. И сейчас я вижу, что мы можем расти дальше, мы можем вырасти и от наших 30 человек до 100, 200 человек, и от наших оборотов вырасти, там наша цель — это сделать 1 миллиард оборота. И первый вопрос, который я как раз хотел задать, это как раз про стратегию. Потому что в компании 30 человек, я хорошо, успешно занимаюсь операционкой, но эта самая операционка мне не дает вырасти дальше. То есть я бьюсь в потолок, как раз 30 человек, хочется вырасти дальше. И вопрос стратега. Стратег, он теряет контроль над операционкой, над какими-то процессами, либо он сохраняет. То есть в чем разница между стратегом и операционщиком, и как, наверное, прийти туда, не потеряв контроль? Я бы тоже вот начал с того, что я понимаю вообще, и уточнил бы кое-что. Вправе 30 человек, есть погруженность в операционку, есть желание ситуацию контролировать, да, и при этом чувство, что если ты будешь вкладывать больше внимания в какие-то стратегические возможности большие, бизнес будет расти. Да, хочется, ну, в 30 человек уже все понятно. Ну, уже на самом деле и скучно в том числе, хочется какого-то вызова нового, то есть новую цель поставить для себя. А не оторвавшись от этого, я не могу достигнуть того. Это как раз, наверное, та самая стратегия. Можно еще спрошу, а что мешает оторваться от этого? Ну, вот, казалось бы, да? Страх потери контроля. А что боишься? Ну, вот какие-то есть указания к этому? Я директор, я руководитель, я владелец, я должен контролировать и знать, что происходит. И в случае вы помогаете. Но на самом деле, нам бизнес, я тоже сравнивал для себя, это как, наверное, как еще один ребенок. Расскажу очень прикольный кейс. Вот для меня он прям вот сюда про это очень точно впадает. Ко мне приходит человек. У него компания чуть больше, там как раз там 150 человек в компании. Они очень продвинутые делают гаджеты. Они прям такие снаружи выглядят, что все белые и пушистые. Лидеры своей ниши, очень крутые. Я работаю с SEO и собственником компании. Он младший собственник, но SEO-компания. Там есть еще старший акционер. И оборот компании 1,4 миллиарда рублей в год. Но это ситуация, когда они балансируют на грани безубыточности. То есть там большие инвестиции, и вот они их отбивают. То есть ситуация такая для него шаткая и дискомфортная. Я говорю, ну, как бы с чем пришел в личную сессию? Он говорит, Филипп, у меня трындец. То есть я, говорит, наша компания такой белый лайнер. Он говорит, я не на капитанском мостике, этого лайнера, в кителе, значит, и в пилотке. Я, говорит, в машинном отделении. У меня перемазан вот так вот мазутом весь. Речки, какие-то агрегаты взрываются. Я бегу их затыкать с собой матом, арону мужиков, чтобы они там тоже вентиль выкручивали. У меня 300 звонков в день. В туалет сходить некогда. И вот это моя жизнь. Я говорю, а что хочешь? Он говорит, мне хочется, я вот так уже от этого устал, что мне хочется понять еще, кто я через 10 лет. У него был этот важный. Он понимал, что это не просто вот тут разрулить, да? Как мне передать вот эту историю? А он понимал, что нужно какой-то образ себя строить. Он говорит, что Филипп, у меня вообще все, что я делал, связано со словом свобода. Он говорит, я пошел, я не работал ни дня в найме, я пошел на рынок, зафигачил там свой ларек, чтобы быть свободным. Я когда понял, что меня ларек ограничивает, я ушел в найм на 8 месяцев. Когда научился инструментом какого-то эффективного организма, вернулся обратно, сделал свою компанию. У меня там какая-то пятная лежитая своя компания уже, у нее финансово все в порядке, там какой-то пентхаус у него сумасшедший, 400 метров, да? Вот, и вот это моя история в прошлом. Я смотрю в будущее, как бы, да, вот давай понимаем, а что ты хочешь? Ну, как бы, окей, что через 10 лет? Он говорит, что ну как что? И там тоже вот это слово свобода, вот прям вот этот свежий ветер у него там прям виден везде, что это путешествие, как бы, да, это время с семьей много, это много разных видов, ну, спортом он занимается, да, и это самые, даже свобода, я делаю самые интересные проекты с людьми, которые мне интересуются. Вот слово свобода ключевое. Дальше у коуча есть такая сволочная особенность. Мы отзеркаливаем человеку телесно, что он проявляет, да? Я ему говорю, смотри, у тебя ключевое слово свобода, при этом ты мне описываешь реально, блин, тюрьму, ну, как бы, ты в трюме, вот прям вот даже метафора запертая такая, да? Вот, а я очень телесная обезьяна, потому что тело не врет. Можем словами врать, обманывать, как бы, да, через эту голову, но тело двигается. И он делает, вот сейчас, коллеги, внимательно, кто смотрит нас, как бы, посмотрите, он делает вот так. Микро движение вот такое. Я на него смотрю, говорю, ты что, боксер? Он говорит, да. Я говорю, ну, раскрою движение. Я понимаю, что он начинает покачиваться прямо, да, вот, передо мной очень злой мужик сидит, у которого играют жиловаки. Я думаю, сейчас он меня сейчас вмажет, да, потому что я ему показываю правду его жизни, что, блин, смотри, ты хочешь вот этого, и ты сам себя, грубо говоря, вот, ну, поставил эту ситуацию. И вот дальше все эти, как начать свое предназначение, вот развитие вот этого момента инсайта, вот момента инсайта. Злой мужик, который, понимаешь, он сам себя просто, вот, как бы, да, во все щели, ну, вот, реально. Вот, и что было дальше? Значит, мы встречаемся раз в две недели, такими спринтами идем. На следующий спринт он приходит и говорит, Филипп, я пошел на бокс. Вот его решение было, я пошел на бокс. Вот, и было еще несколько, кстати, мы работали с разными аспектами. Что интересно, кейс через год, да, вот он уехал в Америку, мы там потерялись, как-то потом вот он пришел поговорить, а компания 2,7 миллиарда оборот, то есть вот такой рост, да, а налаженные отношения с нашим собственником, он там был на таких птичьих правах, об этом спокойно все расставил. Он говорит, что, Филипп, я работаю вместо 16 часов в день, 3 часа, вот, и говорит, что, ну, вот, просто вот, кажется, что другой уровень взят, то, о чем ты говоришь, да, другой уровень, как? Я говорю, слушай, как я это сделал? Расскажи, в чем механика, дай механику. И он дает очень важную телесную метафору. Он говорит, Филипп, вот это было для меня, вот это моя компания, это вот такой, как бы, лайнер большой, да? Когда я понял, что меня это жмет все, как будто бы я стал больше внутри визуально, а вся компания съежилась до, вот, как бы, пальцев одной руки. У меня там 5 ключевых функций, и есть 5 нормальных мужиков, которые давно уже ждут, когда я перестану их контролировать. Говорит, я передал просто им все это, они перекрестились, потому что, как бы, не перестал влезать в наши дела, да? А я, говорит, занялся тем, в чем я лучший в мире. Вот я знаю людей, которые ходят на курсы по делегированию, читают книжки, понимают головой умный, вообще все. Но вот этого внутри, вот этой потенции к изменению, когда нет, то ты знаешь про умные книжки, и ты делаешь то же самое, что ты и делал. Поэтому в том, что рассказываешь, я вижу, что, ну, вот эта история вот про такое трансформационное изменение внутри. Да, очень похоже. Отзывается, что я говорю? Да, 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 очень похоже. Ты знаешь, есть ощущение, что в этот момент Олег очень серьезно задумался о двух вопросах. Ну, первое, собственно, о том, в чем же лучше он, и второе, и теленобокс. Ну, ты ведь и так уже ходишь, по-моему. Я на кикбоксинг хожу, да? Замечательно. Значит, одна часть этого пути уже пройдена, по сути, получается. Слава богу, тренировки вы замановились. А у меня другой вопрос, как раз вот ты рассказал про руководителей, которым он делегировал. Да. А как найти того человека, руководителя, которому будешь доверять? Потому что у меня это проблема, потому что я выращиваю, например, сотрудника, он хороший, например, там, продавец, менеджер и так далее. Как только он станет руководителем, он, ну, руководитель и специалист, это разные вещи. То есть он не может быть. Я сейчас пробую смотреть с рынка людей. То есть вот как найти хорошего руководителя? Что такое хороший руководитель, наверное? Хороший такой вопрос. Очень классный. Я тоже сейчас, наверное, подойду через кейс, расскажу, потому что это всем интереснее, через примеры конкретные. В Питере есть компания, 150 человек примерно на такой бизнес. И они странные, реально. То есть я прихожу, вот это в рамках проекта развития лидерского бизнеса, я делал эту историю, я изучал интересные компании. Я прихожу, а там как бы, ну, странно, там реально люди не в мыле, они спокойные. У SEO такой пустой стол, тебе секретарша наливает чай так, что ты понимаешь, что как-то вот все так, да, чайная церемония, такая все в дзене. Я прихожу и говорю, как? Но я знаю, что они успешные конкурентов, почему так? Он говорит, Филипп, отстань от меня. Эта картина не похожа на привычный показатель лидерства, да? Это вообще не похоже ни на что, как бы, да? Он говорит, отвяжись, я не знаю, почему так получается. Я начал копать, как бы, да? Ну, он говорит, ну, как, у меня как-то так повелось, что я был молодой, когда в компанию открывал. У меня все время были люди старше меня, умнее меня, они приходили ко мне и говорили, что мне делать. Я говорю, ну, давайте делать, как бы, да, и все происходило. Я говорю, подожди, какая-то, блин, опять история такая вот, да, ну, почему у конкурентов такого нет, у тебя есть. И мы с ним докопались до одной важной истории. Он рассказал, что они с друзьями в 90-е годы, вот первый его бизнес, решили привезти фуру с перловкой из Перми. Назанимали по 100-200 баксов по знакомым, по друзьям, по друзьям друзей 20 тысяч долларов. Наняли фуру, приехали в Пермь, приходят к директору совхоза и говорят, продай нам фуру с перловкой. Он говорит, смотрит на них, говорит, ребята, вы чего, ну, с ума сошли? Какая перловка? Это биржевой товар, как бы, да, у меня нет перловки. Говорит, дальше вот у меня в голове пошел там взрыв, потому что я смотрю краем глаза, вижу, что двое моих друзей, четырех, разворачиваются и уезжают в Питер. Говорит, а я не могу этого сделать, потому что у меня перед глазами лица людей, которым я вчера говорил, я точно верну, да, я точно отдам. Я, говорит, стою на месте, я не знаю, что делать, потому что я не понимаю, как этот кейс решить, но я не уезжаю. И дальше история из фильма «Карты, деньги, два ствола». Он, значит, они по копеечкам звонят из автоматов домой в Питер, что стоит в Питере дороже, чем в Перми, набивают фуру каким-то хламом, через две недели приезжают в Питер, распродают все в ноль, и выходит вот чистая прибыль в ноль, убытки в ноль. Говорит, я сижу на кровати у себя дома и думаю о жизни. И мне приходят в голову странные мысли. Первое, я понимаю, что мне очень повезло, потому что шанс выйти в ноль был очень низкий. Тысячи людей в 90-е из-за таких историй на кладбище загорали. Говорит, второе, у меня такой слом реальности, потому что я понимаю, что в моей реальности был триндец, то есть мы просто выкрутились, как бы, да, и это было просто самое тяжелое, братья, в моей жизни. А в реальности людей, которые мне деньги дали, совершенно другая история. Я ему денег дал, он сказал, что вернет, и вернул. И вот он говорит, что в тот момент во мне что-то, видимо, он ретроспективно думает, переключилось на другое качество отношений с людьми. Я теперь с людьми работаю так, что если я вижу, что человек способен вот выложиться по полной и не развернуться, не уехать, то это мой человек. А если я вижу, что скорее, да, вот это он чувствует интуитивно, что это скорее вариант вот этот вот, то я просто не беру. В Куртом Холдинге общаюсь, там женщина, которая вот на работе прямо горит, у нее прямо вот, ну, она прямо вот, она, она ниндзя просто. Я говорю, почему ты так? Потому что мне мой начальник выдал кредит доверия. Вот эта софтовая штука, как научиться, да, людям так это давать, чтобы они вот, ну, понимали, что все, Москва за нами, надо сделать. И как это давать? Понимаешь, у каждого свои тонкие настройки. То есть я здесь не могу тебе дать общий рецепт, но если общий рецепт, то про то, что изначально должна быть настройка на то, что я ничего другое не куплю. То есть у меня должны быть люди, которые могут это тащить сами. И тут, ну, то есть если про рецепты, давай еще расскажу, что как бы вот сюда пойду. Есть еще кейс один, могу рассказать немного меня? Я думаю, да. Я могу просто сейчас еще накинуть чуть-чуть. Давай. Просто у меня есть недавний опыт, причем такой прям свежий. Прямо перед кризисом, прям вот, прям в феврале, ко мне вышел заместитель. То есть он вышел в начале на испытательный срок, на должность директора по развитию, и дальше он как зам. И просматриваем свое взаимоотношение с ним, именно, то есть как мы коммуницируем. Он самостоятельный, он старше меня, у него есть опыт в своем бизнесе, у него есть опыт в работе в крупных холдингах. И как он у меня пытается забрать какие-то вещи, ну, то есть я с этим сам разберусь. А ты сопротивляешься и не отдаешь, да? А я постоянно сопротивляюсь и не отдаю, потому что это моя любимая игрушка, здесь я лучше знаю, и вообще я тут, я тут главный, куда ты лезешь. То есть вот с этим я сам работаю, и понимаю, вот у нас в начале, через это были как раз конфликты. Ну, по крайней мере, у нас там нормальное, открытое отношение, диалог, поэтому мы там даже прорабрившись, мы пошли потом, поговорили, поняли, кто что имел в виду, да, пожали руки, идем дальше. И вот это вот, ты вот рассказываешь, я понимаю, насколько это трудно, не на кому-то что-то отдавать. Ну, видишь, ты сам мне говоришь три вещи. Моя любимая игрушка, мне самому интересно, и вообще кто тут главный. И руками показывать при этом вот так. Да. И вот это очень важно. Вот переход от вот такого лидерства к вот такому, что я тот, кто создает пространство, поле для сильных людей, которые делают дело. И на тебя прикольно смотреть, когда ты заговоришь, потому что все, что угодно может сейчас сказано, рецепт какой-нибудь, да, там, вот SEO крупных компаний говорит, 30% стратегии, 30% операций, 30% люди. Но это будет все мимо, потому что пока тебе, пока ты вот улыбаешься так, и тебе хочется туда погрузиться, вот, ну, ничего не будет, понимаешь? Вот это вот, я бы вот с этим работал. Если ты не погружаешься глубоко, то в чем твоя прикольная, кайфовая, классная роль? Вот про это расскажи. Я как раз себя анализировал, почему я туда погружаюсь. Когда я не вижу прозрачно всего бизнеса, что происходит в каждой точке, я начинаю лезть внутрь. Так как я прошел это все, вот, собственно говоря, с нуля, я понимаю, куда копать, кого спрашивать и где копать. Я копаю там, может, не руководителя, а сразу же там конечного исполнителя. То есть я знаю картинку очень часто лучше, чем там руководитель проекта. То есть когда он к мне приходит, начинает рассказ, говорит, смотри. Ты видишь, ты лучший эксперт. Чувствуешь, что я роль эксперта? То есть я лучше разбираюсь. Это роль эксперта. А это неправильно, потому что я вот таким образом его демотивирую. Да. Потому что я ему говорю, все равно ты не прав, я это лучше знаю. Так, ты сейчас это видишь, ты прекрасно все расписываешь. И? Мой личный мотиватор, если есть продажа, в конце, я сейчас ищу ропа, как раз, поэтому на предмет, что зажигает каждого человека, и ропа в частности, тоже общаемся с меня, спрашиваю их. И меня лично зажигает, когда человек приходит с проблемой, ну, человек, компания, да, и говорит, вот у нас такие проблемы. Я выясняю его процессы, я вижу, где у них узкие места, мы помогаем их решать, и они потом приходят, о, классно заработала. Вот это вот самая фишка, тот драйв, который вот, ну, для меня вот он драйвит. Мы помогли, мы спорно, то есть ты можешь, то есть ты можешь, как бы, да, встретить клиента, увидеть, что есть проблема, глубоко залезть, проанализировать, посмотреть, как это устроено все, да? На уровне бизнес-задач, да, процессов, задач, да. И помочь ему кейс решить? Да. Это тебя вот прям будоражит? Конечно. Супер. Скажи, пожалуйста, а вот в этом, если ты будешь в этой роли, ты в этом видишь вот этот вот рост от 30 до 100 или нет? В целом, да, потому что приходит с комплексной проблемой, ну, не только, то есть там, то же самое, например, внедрить CRM, это не только битрикс, это и отстройка внутренних процессов, и вот очень часто, это и коммуникации наладить у них, и телефонию подключить, очень часто, например, и с безопасностью, и высокие нагрузки, то есть это прям комплекс услуг на самом деле. и выстраивая команды, которые будут это делать и одно, и второе, и третье, то есть вот он, он тот же самый рост. Сейчас тебе такую модель тоже простую дам, она мне кажется очень хорошая, что есть такие три слоя управления. Слой, где ты управляешь действиями людей, то есть ты помогаешь им делать вещи правильно, да? Второй слой, системный, ты выстраиваешь систему, которая помогает людям делать вещи правильно. Третий слой, идеологический, то есть ты создаешь смыслы, из которых люди строят систему и делают вещи правильные. Как будто у тебя вот это вот сердечник, как бы сердце компании, оно вот в этом, и задача максимально это проявлять, да? Лично я на втором уровне. Я прям вот, ты рассказываешь, да, я от первого давно уже ушел, и слава богу, а вот к третьему никак не могут добраться. Вот этот переход, да? Это, кажется, тот уровень, как раз, стратега, да? Это одна, одна из, одна из, да, одна из функций или вот задач. Иногда думаешь, я разбираюсь с людьми и помогаю, то, что там бывает, что приходят сотрудники с кем-то вопросами, бывает, в общем, иногда мне кажется, что я выполняю роль, наверное, штатного психолога в компании, потому что те люди, с кем есть там доверие, понимание, приходят перед, иногда даже и с личными вопросами я им помогаю на основе опыта, то есть с вопросами как-то. С кем-то, ну, особенно это касается, наверное, как раз интровертов закрытых, это разработчики, это он, он закрыт, и он для меня вообще черный ящик. То есть он может проработать в компании там и два, и три года, и я со мной его не знаю. Я боюсь его тронуть, потому что, ну, работает, выполняет, все устраивает, а любое, наверное, прикосновение, он воспринимает сразу же как в штыке, как ежик. А в целом, вот это вот, ты же говоришь, все ходят к психологу, тебе это интересно, этим заниматься людьми? Как ты чувствуешься? Мне интересно помогать. То есть я вижу результат, я помог, человек через это вырос, то есть что-то ему исправил, он вырос над собой, то есть он пошел дальше учиться, развиваться. Для меня это вот, это моя благодарность, для меня. Вот я вижу. Я второй раз обращаю внимание, что Олег очень так счастливо улыбается, когда говорит о помощи, просто в первом случае речь шла про клиентов, а сейчас речь идет уже про команду. Мне кажется, хороший такой признак. Мне тоже кажется, это вот та самая точка классная. Я не должен быть тем, кто как бы орет и контролирует, я вам помогаю быть успешными в этих правилах игры. Вот, спасибо, потому что у меня интуитивно как раз вот эта картинка и складывается, да. Вот. Отлично. Спасибо, Филипп. И мы переходим к острым вопросам. В каждой передаче мы подготовили острый вопрос для участника, на который мы попросим его ответить, а эксперта попросим прокомментировать этот ответ и дать свои рекомендации, что он, возможно, сделал бы по-другому. Наш острый вопрос, Олег, будет о ситуации, которая тебе уже знакома. Ты делился, что ты нанял заместительного директора. Представь, что ты пошел дальше и на своем пути к стратегу ты нанял уже генерального директора, которому дал очень широкие полномочия. Как часто бывает, такие люди очень харизматичные и проходит время, ты видишь, что этот человек не хочет с тобой советоваться, решение предпочитает принимать самостоятельно, а на критику, которую встречают с твоей стороны, ну, в общем-то, реагирует достаточно болезненно. Как ты будешь себя вести? Ударишь его по рукам, ударишь себя по рукам или выберешь какой-то третий путь? Я могу сказать, что бы я сейчас бы сделал и как правильно сделать. Правильно я бы, ну, сейчас бы я сделал как? Я пошел бы к ребятам, кто на две, на три ступени ниже, и спросил, как дела идут. Вообще, то есть, поставил термометры внутрь организации и понимал вообще в коллективах, что происходит. Правильно я понимаю, что, наверное, нужно это снаружи, но это спрашивать, смотреть метрики, и если все идет хорошо, то и не лезь туда. Ну, вот, наверное, две ситуации. Что скажет Филипп? Я сейчас буду таким, этим самым скользким типом. Я скажу следующее. Во-первых, я не чувствую, что мы говорим о кейсе передачи управления SEO, потому что это как бы тебе бизнес нравится, ты в нем, ты явно будешь развивать это раз. А вторая история, я думаю, что передача бизнеса это самый сложный момент для многих компаний. Это вот по дизусу западня основателя. И я бы в случае, когда первый твой SEO почему-то с ним дискомфортно вот общаться, я бы сделал просто выводы. Я бы стал бы у этого учиться, потому что, ну, как правило, опыт передачи это несколько попыток. Да, и вот тонкие настройки. И третий момент. Я прямо вот все успешные кейсы передачи, это, как правило, мы понимаем, что мы на год, полтора-два, обнимаемся, да, и вместе ходим в баню прямо. И мы вот, максимальная плотность контакта с человеком, не так, что там, да, вот там не должно возникать в потенциале большого расхождения, потому что все эти вещи обрабатываются кейс-бай-кейс на уровне вот того, что случилось, мы обсудили. Поэтому вот там, где успешно, там очень, вот, очень большой фокус на отношениях. Партнерские даже. Да, это прямо, это вот, это как дозаправка в воздухе, это очень плавный процесс. Все, что я видел, когда просто вот найти, сделайте, в бизнесе, ориентированном, особенно в B2B-истории, где много наличности завязано, это не работает просто. Отлично. Филипп, огромное спасибо за ответ. Друзья, мне кажется, что мы с вами не только хорошо поговорили о пути предпринимателя из роли достигателя к роли стратега, но и стали участниками вот такой очень эффективной коучинг-сессии. И мне кажется, Олегу есть чем поделиться в итоге нашей передачи. Да, ну, на самом деле, я, наверное, ожидал чуть-чуть другого, более формального какого-то ответа на вопросы, но на самом деле я прям погрузился полностью, я даже забыл на подготовленные вопросы и прям вот очень полезно для меня это было. Большое спасибо. Спасибо. У меня тоже какое-то очень такое хорошее, теплое чувство, мне кажется, что мы работали с настоящим и ощущение прикосновения к чему-то очень светлому, здоровому, мощному в тебе, что хочет дальше сейчас пойти и развиться. Это я делился своим важным, сокровенным, что для меня действительно это важно. Прекрасно. Спасибо, Филипп. Спасибо, Олег. Спасибо. Друзья. Спасибо. Мы ждем вас в следующих выпусках программы «Битрикс24 спрашивает».